Родился я далеко-далеко на севере, за полярным кругом, маленький такой шахтерский город Инта. И все 18 лет я учился в школе, как раз в этом городе. В школе, наверное, уже начиная со средней школы, у меня уже был, наверное, интерес к биологии, к химии. К медицине. Пошел учиться на педиатрию, потому что сразу узнал, что хочу быть врачом-педиатром. И всю учебу занимался наукой. Изначально это были простенькие статьи, а дальше это у нас были гранты, научные какие-то разработки. Уже пошли большие статьи, патенты. И к концу 6 курса я точно знал, что я буду в педиатрии и точно знал, что я буду в науке. Я действительно считаю, если человек хочет стать врачом, медицинским работником с высшим образованием, должен пройти все этапы. От санитара до врача. Потому что действительно, тогда ты понимаешь ценность профессии, ценность профессии каждого медика, кто работает в медицинском учреждении. И я понял, что точно хочу работать с маленькими детьми. Идеальный возраст – это вот недоношенные дети до года. Мы занимались большой научной работой еще в Ярославле, в мединституте начали заниматься. Но в 2014 году наш проект по ранней диагностике аллергии, астмы у детей стал резидентом Сколково. В 2014 году мы переехали в Одинцовский округ, по сути. И этот проект у нас начинался с такой, как студенческой небольшой работы и перерос в большой международный проект. Мы проводили апробацию нашего изобретения. У нас получены патенты, создан прибор. Апробацию проводили и в Канаде, и в Ирландии. Мы сейчас создаем прибор по лечению аллергического ринита. По помощи людям, которые подсели на капли сосудосуживающие, которые не могут без них жить. В Одинцовском округе началась, наверное, моя карьера как врача. Потому что, когда мы сюда приехали, я работал участковым врачом-педиатром в селе Жаворонки. И 10 лет от работы в Жаворонках, в Перхушково и в Ершово. И до сих пор считаю, что участковая работа, она вообще, наверное, самая важная среди всех специалистов. Я преподаю, преподаю студентам 4-5 курса в Сеченском университете и большому количеству ординаторов. Я вот набрался какой-то практики, набрался опыта. И сейчас я могу еще больше передавать этот опыт как раз врачам, ординаторам, студентам. Мне хочется, наверное, больше уже поделиться. Хочется дальше заниматься наукой. Хочется делать большие, не знаю, там, проекты во благо. Понятно, наверное, к Нобелевской премии, наверное, не стремлюсь. Но премию правительства в области науки и здравоохранения, наверное, хочется. Для меня очень ценная награда, которую получил в 2015 году от Министерства культуры Московской области. Награда называется «Служение общему благу имени Антона Павловича Чехова». И губернатор Московской области отмечал работу и грамотами, и благодарственным письмом. Я дважды получал в 2017 и 2020 году премию «Народный доктор Московской области». Это приятно. А во-вторых, ты чувствуешь результат, наверное, своей работы. В 2021 году я получил первую вообще международную премию «Мы вместе». Там 40 стран участвовал по волонтерской работе, по добровольчеству из рук Владимира Владимировича Путина. И тоже в 2021 году наш президент вручил мне еще медаль Луки Крымского за работу в пандемию, за работу с детьми, с населением. Недавно я получил награду уже Департамента здравоохранения, почетную грамоту. Но, говорю, самое для меня ценное – это, наверное, как раз служение общему благу.